Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется, конечно же, Rise of the Tomb Raider. Ну что ж, в прошлой серии мы с вами посетили эту гробницу. Было довольно интересно, было довольно занимательно. Теперь отсюда можно выходить потихонечку и идти дальше уже по сюрветной линии, а также, собственно, по второстепенному зданию, которое у нас есть, а именно помочь починить вторую вышку. Так вот, первую вышку мы видим наверху, она здесь. А что же со второй вышкой? Тут нам еще предстоит разобраться. Скорее всего, вот там вот она где-то будет. Давайте, наверное, попробуем выстроить куда-нибудь канатом. Тут что-то куда-то можно его привязать, наверное, скорее всего. Так, у меня один уже есть, кстати говоря. И он, в принципе, идет вниз. А я хотел бы попасть вот туда, наверное. Все же. Так что давайте переподвяжем, наверное, так вот веревку. И, собственно, по ней отправимся. Прямиком в путь. А твоей дивизию нет, не получилось. Прости, если Софья была не слишком приветливой. Ничего. Хорошо, что ты вступился за меня. Мои люди десятки лет сражались с чужаками. Привыкки не изменишь в одночасье. Помоги нам с приготовлением. Труд на общее благо. Отличный способ завоевать доверие. Посмотрим, что я смогу сделать. Ну да. Посмотрим, что я смогу. Чем смогу, тем помогу. Отлично. С третьего раза мы все же зацепились. Что мы тут имеем? Стрелы. И что еще? И то, что у нас уже максимум. Понятно. В общем-то, не густо. Ладно, хорошо. Давайте посмотрим, что мы быстренько на карту. У нас с вами есть второстепенная цель. Вот она находится здесь. Я бы хотел разобраться, где это вживую на экране как-то увидеть. Зеленая отметка. Зеленая отметка. По качественной грани особо ее вижу. Ладно, разберемся самостоятельно как-нибудь. Плевать. Спускаемся вниз. Так, вот это что за гревка? Куда она идет? К чему ее можно прицепить? Это, скорее всего, надо было сверху строить, наверное, оттуда. Да, ладно. Да, возможно, вот так. Но смысл какой-то. Лично говоря, особого смысла не вижу. Ладно, давайте просто побегаем, да посмотрим, чем мы тут кому можем помочь. Например, вот здесь вот мы тут еще не были. Эта палочка, мне кажется, она забагала у нее в руке. Да, ну уже пора погасить, потому что она вот нафиг не нужна. То вот так светло без этого. Ну, раз Лариса настаивает, ладно, пусть будет по-своему. Так, новое снижение сблокировано, метовка разблокирована. Прекрасно, друзья, просто прекрасно. Это не может не радовать. Так, что мы имеем здесь? Еще множество стрел. Даже чуть больше, чем хотелось бы. Хорошо. Здесь, к сожалению, мы и не долетаем, но... Это не помешает нам подняться и так. Так, троица-то, конечно, здорово, но где я, собственно? Куда мне надо двигать дальше? Куда-то в ту сторону, в принципе, правильно. В том направлении. Тихо, Лариса, давай-ка лучше по этому дереву аккуратненько. Так, это враги или мирные? Вроде бы мирные. Хорошо. Что-то еще интересного можем найти. Давайте поглядим. Тут вроде ничего такого я не вижу. Жду, что листиков набрать на нас, по-моему, максимум. И так их... А, нет. Это не листики, это... Это палочки. Досочки. Они, в принципе, пригодятся всегда. Отлично. А вот, собственно, и свежие шкуры. Ну, это чудненько еще и олень рога. Так, где-то здесь, кстати, у нас будет тайничок. Давайте поставим утро на карте, быть может, отметим. На аварийный тайник. Сейчас пробуем найти его. Так, аварийный тайник, он где-то выше. Да, где-то там. Хорошо. В общем-то, почему-то рай и не подняться. Ай-яй, Лариса, ну что ж ты? Такая неуклюжая. Прыжок. Еще прыжок. И еще прыжок. Вот и чудно. Вот и треничок. Так. Плюс одна ткань. Не густо, но на халяву, в принципе, пойдет. Ладно, спускаемся. Да, это было, может быть, немного больно. Тут у нас какая-то пещерка. Почему бы, собственно, в нее не отправиться на исследование? Тут, по крайней мере, реально лампа пригодится. Так, я думаю, что возьмем на равентовку руки, на всякий случай. Мало ли, что нас тут может ожидать в этой пещере. Ну, хотя с виду вроде безопасно. Так, грибов у нас максимум. Хорошо. Что у нас здесь? Одна шестеренка. Не густо, но полезная тема. Встречайте довольно редко. А также новая штука о местных птицах, об очи долины. Еще порция мудрости от охотников долины, на этот раз еще идет об охоте на птиц. Задание на сегодня. Привезите мне птицу. Большинство из них летает днем, а ночью спят. Простые птицы вроде чая, конечно, сгодятся, но только для лентяев. Тем, кто захочет меня впечатлить, придется выкратить новое время ночью и забраться повыше. Самые ценные птицы я обливаю конюка. И заранее предупреждаю, а не вдумайтесь тащить мне птиц из своего двора. Я их не зачту. Понятно. Ну, на этом, кажется, все. В этой пещерке нам больше делать нечего. Ой, Лариса, что-то как-то ты очень страшно себя ведешь, поэтому давай просто поднимемся здесь по-нормальному. О, наконец-то скинул эту лампочку дурацкую. Я тоже думал, заглючила на всю жизнь. Так, хорошо, мы вроде бы как на верном пути, поэтому, в принципе, двигаемся-то сюда. Тут еще один будет варийный тайник. И там же нарисован какой-то опасный леопард или гепард, или хрен его знает кто. В любом случае, вертовку я достал, получается, не зря в таком случае. Так. Хотя, конечно, признаюсь, что это не спортивно немножко убивать животного с автомата, а не с лука. Так. Ну, вроде как мы на верном пути. А ну, постой. Киса, киса, киса. Какая живучая киса. Наверное, пора похериться. Нет, не пора. Видимо, не пора. Черт возьми, а. Ай-яй-яй. Господи, боже мой. Ну, а ей плевать, по-моему, на эту фигню. Просто плевать. На отравляющие стрелы. Блин, да еще уже она жесткая. Это сколько патронов на нее потратить. Где-то, киса. О! Уходим. Просто и красиво. Киса, киса, киса. Ну, нет. Ну, не надо валить, пожалуйста. Мы с тобой еще не закончим. Столько патронов на тебя потратил. Ну, выходи, пожалуйста, оттуда. Твою же дивизию. Киса ушла. Ладно. Хрен с ним. Может, еще вернется. Она обиделась на меня, что я ее еду забрал. Быть может. Так, ладно. Еще немного болтов и ткани. Что по второстепенному заданию? Вроде как все хорошо. Вот она, эта вышка, я так понимаю. Ее-то нам с вами предстоит починить. Задание. Образительная стратегия. Доставьте ресурсик к второй башне. То есть все, пойти доставили. Вернуться к первой сторожевой башне, чтобы получить награду. А это я всегда... Всегда за. Так, тут ничего ценного я не вижу. В принципе, окей. Давай сюда вернемся и вправду. Только сначала сбегаем еще раз к кисе. Да, на ней трансовое повезло гораздо больше. Киса снова здесь. Но только где именно? Рукопашку с ней. Правильно, мощи Лариса. Покажи, кто здесь хозяин. Так, ну же, где ты? Ай-яй-яй. Ни хрена же не видно. Мочи. Мочи эту сволочь. Так, спокойно. Да, пожалуй, похеримся. Фух. Ну, где ты? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все. Хана. Зафейлил. И в итоге откусили мне голову. Фух. Ладно. На этот раз киса победила. Какими еще штуковинами? Какого черта? Что я могу сделать? Захвачки придумали нам новую напасть. Маленькие вертолеты, управляемые машинами. Они с пилотниками зовут. Они не стреляют, но зато все снимают на камеру. То, что враг не знает местности, наше главное преимущество. А так мы его лишимся. Понятно. Конечно. Обязательно. Так. Еще патронов бы мне дали. Было бы вообще здорово тогда. На винтовку, например. Так. Карта нулина. Найдены новые секреты. Это хорошо. Это я всегда за. Блин. Киса-то... Собираешься сбивать вертолеты? Уже занимаюсь. Вот-вот. Так. Что у нас здесь? Новый день. Дневник сопротивления. Жители долины ждали десятки лет, зная, что кто-то придет. Настал день, которого я боялась. Надежды и сомнений не ставят. Вертолеты, которые мы видели вчера на закате, это начало нового вторжения в наши земли. Наши предки уберегли нас от одной войны, но глядет другая. И мы исполнили наш священный долг. Источник Божьей благодати на земле нужно защитить. Вот так-то. Так, где я вообще оказался? Где меня-то испаунило? Понятно где. Срыв расцветки. Это еще не беспилотники в долине. Туда мытра отправимся. Там за мной кису. Пробуем все-таки достать еще раз ее. Ни хера не вижу. Опять ни фига не вижу. Чтоб тебя подкинуло, киса. Ой-ей-ей. Встаем и херимся. Хериться не требуется. Хорошо. 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 Ну, киса. Какая же ты вредная, а? Хорошо. Хорошо. Да хорош уже, ну. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Да опять зафейрил. Да чтоб тебя подкинуло. Киса, блин, ты какая-то очень жесткая. Ну, тебя нахрен, короче. Сбить пилотник собьем, а с кисой сберемся какие-нибудь потом тогда. Пошла к черту. Собираешь помочь мне с кошкой дикой? Которая слишком опасна. Вот-вот. Слишком быстро эта тварь. Так, ладно, я беспилотник. Вижу. Почти. Готово. Один есть, по крайней мере, стало гораздо тише. Так, на этот труп мы уже обыскали. Тут нам делать больше нечего. Куда тут еще можно подняться, интересно. По тросу куда-то поскользит. Но это обратно. Вон там что-то еще может быть интересное. Там, по идее, есть лесенка. Прям посмотрим, в таком случае. А, лесенка. Тут лесенка-то не до земли. Хотя, впрочем, с камня с этого, может быть, получится. Прекрасно. Что у нас здесь? Стрелы. И, в принципе, больше особо ничего и нету такого ценного. Как подняться выше туда? Вот вопрос в чем. Быть может так. А, там только крыша. Там еще нету, понял. Хорошо. Ну, тогда и ладно. Тогда пошли дальше. Следующий улетает, получается, у нас там, в той стороне. Ну, где-то там. Туда вот и побежим. А с этой кошкой-то пошла она нафиг. Без автомата против нее выходить бесполезно. Дымовых стрел она не боится. Ничего, реально, и не страшно. Так, практически дошли. Вон он летает, вижу. Собираешься сбивать вертолёт? Нет, не собираюсь. Я как раз этим занимаюсь. Не готова. Видела? Нет? А то, блин, вопросы он вот мне задает. Такие глупые. Собираешься, не собираешься. Так, идем дальше. Теперь получается немножко левее. Вот туда, в ту сторону примерно. Да, патронов на вас, конечно, на всех не напасешься. Можно, конечно, лукавый сбить. Беспилотник. Но я думаю, что это не самая, наверное, лучшая идея. Так. Где-то здесь, где-то слышу уже его, но пока не видно. О, вижу. Да, с лукавой, в принципе, тоже несложно это делать. Даже, может быть, и проще. Потому что выстрела требуется всего два. Так. Вон ещё один. Ай, это мимо было. Давайте поближе чуть подойдём. Да что б тебя, где-то летаешь-то. Слышно, но пока не видно. Вон он. Да что б ты. Да что ж такое-то, давай. Готово. Плюс одну очку навыка. Великолепная работа. Вернитесь потом, курищу вам беспилотники. А это я запросто. Что предложит мне потомок в замену, интересно? Ай, мимо. Да, охотник из меня, короче, так себе. Ну что, разобралась с летучей мамашкой? Вот, кажется, последний сбила. Точно, последний. Может, отправят ещё, но мы хотя бы усложним им жизнь. Благодарю, покорно, за помощь. Получено новое снаряжение, древний лук из рога. Отлично. Дополнительное вооружение. В каждой категории доступно несколько видов оружия. У каждого из них есть как сильные, так и слабые стороны. И уникальная внешность некоторые имеет возможность установки уникальных и совершенствований. Оружие можно посмотреть и сменить меню оружия в базовом лагере. Задание выполнено, срыв разведки. Ну что же, в базовый лагерь мы сейчас с вами и пойдём. Как минимум, потому что там ещё нужно вернуть квест по поводу этого самого второй вышки сигнальной. Которую мы только что сделали. Так, погоди-ка, погоди-ка. Ну, отлично. А там у нас кабанчики гуляют. С одной стрелы выносит, на самом деле, неплохо. Очень даже неплохо. Да, очень хорошо. Так, ну что же, окей. Ещё на граммнице с пытанием? Вы что, издеваетесь? Серьёзно? Вот эта пещера, что ли, наверное? Наверное, да. Ладно, как-то не было, нужно двигаться на ту сторону. Граммнице с пытанием, в принципе, может подождать. Ещё успеется. Сначала надо сдать квест. Так. Молодец. Я уж думал, не допрыгнет. В этой пещере мы были, нет? Что-то не подсказывает, что нет. Твою мать. Твою мать. Твою, а? Жёсткий Миша косолапый. Михаил Потапыч, давай, сад, дышись. Восстанови дыхание и освежу эту гигантскую тушу. Ням-ням. Отлично. Семь стрел получены обратно и... Как минимум, одна шкура медведя. Вот так вот, собственно, по пещерам незнакомым и шарся, блин. Заходишь сюда, тут такой сюрприз. Обедает, сидит. По-моему, всё. Не сготовим, пожалуй, пару стрелков, еще ядовитых на всякий случай. Лишними явно не будут. Возьмем утро пару грибов, наверное, еще. Сразу же восполним запасы на будущее. Приложил, конечно, меня он четко, но я оказался чуть более сильным противником. Так, а то я там был уже, что трогает мне там делать нечего. Сейчас строго наверх. Никуда не сворачиваю. Ну да, почти. Спокойно. Да что ты будешь делать? Ну, Лариса, давай, аккуратненько. Так, вот, молодец. Ну что же, деревня в безопасности, может сказать. Вторая стражевая вышка строится благодаря тому, что я отнес припасы. Беспилотники сбиты. Все окей. Должно было остаться что-то еще. Отправь кого-нибудь на поиски. И кого же мне отправить? Все идут в нижнюю деревню, готовятся к обороне. Говорю же тебе, придется тебе импровизировать. Че к чему? Фиг его знает. Подожди-ка секунду. У меня же... Да, прямо 10-го исповедей сдается. Ну и в общем проблема тогда. Кому мне его сдать? Тут раньше было все закрыто. Да, да, да. Сходила. Я оставила припасы возле другой башни. Похоже, с этой вы уже закончили. Так и есть, благодаря тебе. Так мы сможем одержать над захватчиками верх. Пригодится что угодно. А тебе стоит пойти вон в ту башню. Оттуда отличный обзор долины. Ну что же, получено новое снижение, изношенное в боях. Что-то там. Неплохо. Давайте поднимемся сюда. Не надо только вот так вот делать. Давайте поднимемся, посмотрим, что у нас там будет интересного. Ай, Лариса, Лариса, ну что ты. Вот так. Какая-то она сегодня непослушная у нас. Здравствуйте. Надеюсь, вы не против. Блин, как будет эту штуку подостать, а? Да так. Особо-то никуда. Вот это другой разговор. Снаряжение получено новое, это, конечно, хорошо, но... Здесь, я думаю, что смогу найти еще больше. Металлические заграждения. Взрывчатки у них строят металлические заграждения. Угу. Спасибо большое за подсказку, конечно. Так, это, так понимаю, из лука можно стрелять. Нет? Нет. Ну, подожди, в моем случае нужно сюда попасть, потому что там как раз было это, то, что я хотел увидеть. Так, Лариса, спокойно. Короче, понятно все с тобой. Ох ты, блин. Тут мы, в общем, кашу не сварим по ходу дела. Без взрывчатки нам тут делать нечего. Судя по всему. Ну-ка, работает, не работает? Нет. Не работает. Что же нам делать с взрывчаткой-то? Как бы нам ее... Скрафтить. Это стрелы. Это прицеливание. Ну, что могу сказать. У меня тут ее нет пока что. Где раздобыть, я не знаю. Жаль. Очень жаль. Подняться, утра поднялись, но сделать там ничего не смогли. Ладно. Прямо-то раз, собственно, к лагерю сходим. Прокачаемся. Такс. Здорово. Доступно новое оружие, пистолет-пулемет. Прекрасно. А также одну очку навыков. Вот с него, пожалуй, начнем. Что мы с вами будем прокачивать? Каменное сердце. Получайте меньше урона от вражеских выстрелов. А так ближний бою данный эффект действует совместно с навыком толстая кожа. Неплохо. Сразу после совершения бесшумного убийства вы кратковременно получаете пониженный урон от ударов врагов. Ну, тоже, в принципе, пойдет так дальше. Что еще? Синалистующее средство. Сразу после патринотовки ран во время боя у вас надолго возрастает защита от урона. Вот это неплохо. Так, что у нас здесь? Удлечить двойную выстрел, повышая количество целей до трех. Тройной выстрел. Добивание противника из лука в ближнем бою. Вы увеличите шансы найти на его теле особые стрелы. Нажмите Y, чтобы добить бездвижившего врага. Знаток пистолетов. Добивайте врагов с пистолетом в упор. И с большой вероятностью находитесь на делах вряд, понятно, экспонативные пули. Здесь то же самое с винтовками. Понял. Далее, что мы имеем тут? Интуиция. Инстикт выживания обнаружит находящийся поблизости реликвии. Документы, монолиты и сундуки даже через стены. Входы в гробницы отображаются на карте. Любопытно. Стрелы с одовитым газом. Лечить размер длительности существования оставляющего облака, выпуская ему стрелы с ядом. Блин. Хочется все и сразу. Ну, возьму, пожалуй, это. Ну, возьму, пожалуй, это. Так, далее. Что у нас по прокачке? Ничего пока нового не доступно. Смотрим три оружия. Значит, пистолет у нас получается. Уже, собственно, все понятно с ним. Так, с луком что там? Древний лук из рога. Скорость натягивания и скорость стрельбы. При этом времодержание и урон уменьшен. Ну, урон важная составляющая, поэтому нет. Как он выглядит? Хоть посмотрите на него, дайте. Ну, в общем, вот так вот. Прикольнее, конечно, но... Но, пожалуй, нет. Остали, пожалуй, свой. Так, дальше оружие. Тут у нас что? Винтовка с склячьим затвором. Пистолет, пулемет. Урон меньше, уменьшение отдачи, скорость заряжения и скорость стрельбы больше. Боизопас чуть-чуть поменьше. То есть, в принципе, тут Е можно даже, наверное, и взять. Я думаю, что... То есть, урон меньше и на много, а то уменьшение отдачи, скорострельность и скорость заряжения гораздо выше. Давайте выберем. Ну, скажу, окей. В принципе, норм. В принципе, норм. У него хоть патроны какие-то есть, хоть 30 штук. Спасибо и на этом. Кстати, не могу пули изготовить? Ну-ка. Может, я умею? Но, по-моему, надо было открывать какую-то там штуку специально для этого. Так, рюкзак. Боеприпасы. Да, только стрела. Жаль. Левые пули пригодились бы, конечно, очень. Ну, ладно, фиг с ним. Что поделать? Нет, так нет. Ладно, друзья, пожалуй, тут разокончим давайте. А в следующей серии пойдем дальше по срывной линии. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте комментарии, что по этому поводу думаете. Не забывайте большие пальчики вверх. А для вас играла комитет Валдай. Это была игра Rise of the Tomb Raider на Эпик Тайп. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова